Города Бакана. Сегодня мы проводим митинг против повышения пенсионного возраста в России. Я думаю, по статистике, в Хакасии средний возраст мужского населения, кто проживает, 64 и, по-моему, 50-х. То есть повышение пенсии на 5 лет для мужчин, для женщин на 8 лет, полупроцентов 60 мужчин не будет доживать до пенсионного возраста. Человек всю жизнь платил пенсионный фонд, в итоге ни копейки, которые он платил, не получил, не сыграл деревянный ящик. Поэтому сегодня тот закон, который правительство внесло в Думу, я думаю, это антиконституционное. Согласно 55-й статье, в частности, 2-й, повышение возраста, 55 для женщин, 60 для мужчин, закреплено Конституцией. Правительство должно было провести публичное слушание, с народом пообщаться, парламентское слушание, потом принимать это решение. Но сегодня этого не было. И сегодня повышение пенсионного возраста, посмотрите, что творит сегодня. Экономика России сегодня находится в загоне. Крупные производства в России практически не работают. Народ безработный. Вот сегодня в 50 лет практически молодым людям, в 50 лет мужчинам и женщинам практически на работе можно устроить? Нет. Никто не примет и не принимает, потому что нет рабочих местов. А пенсионеры работают почему? Не то, что им нравится, а потому, что кормить себя, кормить своих детей и внуков. Потому что они сегодня безработные. А что творится в деревнях сегодня? Там практически тоже работы нет. Никуда люди не пойдут, которые повысим до 65 или 60 лет. Куда они все пойдут? Это не будет, как я сказать, безработный, это будут бомжи. Представляете, от 50 лет до 15 лет, как жить, как семью содержать. Поэтому сегодня главная задача, что надо было поднимать экономику России. Будет экономика России работать и будет само государство России существовать сегодня. И сегодня этот закон, который сегодня вновь в Думу, я думаю, все поддержат. И резервуция Митин будет категорически против. Мне надо Верховный Совет Хакасии, Владимира Николаевича Николаевича, обратиться туда в правительство Российского Думу, а принять отрицательное заключение, чтобы не вносить в Думу этот закон. Это антиконституционный. Я думаю, вот сегодня Единая Россия настроена в том, чтобы поддержать данный закон. Что-то обосновывать всеми правды и неправды, что-то надо сегодня поднимать пенсионный возраст, потому что, если мы не поднимем пенсионный возраст, то экономика России рухнет. Это какое-то, не знаю, непонятное понятие где-то. Поэтому мы всем говорят, что на Западе вот такой возраст, там 60-70 лет идут за пенсию. Но там уровень жизни совсем другой. Люди зарабатывают очень солидные деньги, социальное обеспечение, медицина на высшем уровне. И люди живут дольше, и зарплата тут больше, и пенсия больше. Вот сегодня почти на порядок больше они получают заработную плату и пенсию. Сегодня средняя пенсия, ну, в Западной Европе, да, где в пределах около 100 тысяч, больше 100 тысяч, 70, 100 тысяч, 120 тысяч есть пенсии. Если наши жители получали такую же пенсию, они могли бы жить нормально, питаться, смотреть за своим здоровьем. Поэтому сегодня закон антиконституционный, и я думаю, что до Верховного Света обратится от митинга нашего и принять отрицательное заключение. Спасибо.